В последнее время мир кино становится все более и более хлипким, а также все более странным. Первое, как мне кажется, неразрывно связано со вторым, и вот, видимо, мы с вами стоим на пороге очень важного прецедента. Дело в том, что немного ранее мы уже говорили о том, как исполнительница роли Шури Летиция Райт попала в немилость к публике за свои твиты, а вот сейчас, кажется, Дисней таки решил отреагировать на случившееся очень мощным ударом по новой Черной Пантере. Так что же там сейчас происходит? Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Возможно, вы, конечно, уже в теме, но все же я позволю себе в двух словах пересказать сложившуюся ситуацию, чтобы все понимали, что же сейчас происходит. Кстати, кто хочет и дальше оставаться в курсе последних событий мира кино, нажимайте на кнопку подписаться, этого будет вполне достаточно. Так вот, началось все с того, что Летиция Райт разместила в своем твиттере ссылку на некое конспирологическое видео из Ютуба, где людей призывает не вакцинироваться от ковида-19. После чего сеть взбесилась на молодой актрису, решив, что она поддерживает подобную позицию, причем, что самое плачевное для Летиции, тот видос был еще и как многим показалось отчасти трансфобным. Короче говоря, как это сейчас принято, публика тут же ринулась требовать, чтобы Райт выгнали из второй Черной Пантеры. А напомню, что именно Летиция и ее Шури теперь после смерти Чедвика Боузмана должна примерить на себя легендарную мантию. Но после массового гнева оказалось, что шансы на это уменьшаются. Более того, никто из коллег молодой актрисы ее не поддержал, как это обычно происходит в Marvel. А Дон Чиддл так и вовсе сперва открыто выступил против нее в твиттере, а после удалив первоначальный пост, начал писать что-то обтекаемо невнятное. Короче говоря, все замерли, ожидая решения Диснея. Который, как мы знаем, трясется над своей репутацией, наверное, более всех остальных участников кинорынка вместе взятых. И вот, видимо, реакция таки последовала, причем самое что ни на есть жесткое. Как минимум, инсайдер Дэниел Ричмонд сообщает, что вероятнее всего Шури все же лишат титула новой Черной Пантеры. То есть, Летицию не выгонят полностью из второго фильма, но кардинально уменьшат роль ее героини. Вместо этого, сделав новой Черной Пантерой Мбаку. Да-да, Человек-Обезьяна теперь, видимо, сменит персонажа Боузмана, хотя Ричмонд и пишет о том, что возможно, даже во второй части нам покажут сразу две Черные Пантеры и Мбаку и Шури, мол, Дисней до конца еще не определились, но, как мне кажется, если компания уже заговорила о замене Летиции Райт, то это неспроста. Итого получается, что, так сказать, кинорепрессии все ужесточаются и ужесточаются. И если, скажем, Джонни Деппу, чтобы потерять роль Джека Воробья, нужно было попасть в центр на самом деле грандиознейшего скандала, то для Летиции Райт и Черной Пантеры хватило просто-напросто пошуметь в Твиттере и вот на тебе. И хоть, конечно, я не вдавался в суть того видоса, что постила Летиция, но как-то, честно говоря, если там не было уж какого-нибудь людоедства, то за подобное тут же лишать актрису уже доверенной ей роли, это попахивает гребаной цензурой, когда будешь бояться сказать слово, чтобы не получить ответку. А еще при подобном, имея даже небольшую армию троллей, запросто можно устроить травлю неугодных самыми что ни на есть серьезными последствиями. В общем, такое, понятно, что официально еще никто ни о чем не объявил, но скорее всего Шури такие не бывать новой Черной Пантерой. Не сказать, что я этому прям сильно огорчаюсь, но просто сама тенденция крайне неприятная. Да, ну и еще кое-что, съемки второй части, как стало известно, должны начаться в июле 2021 года, всего на 4 месяца позже плана, ну а по самой свежей информации, нас с вами будет ждать и как минимум третий фильм. По крайней мере выяснилось, что относительно незадолго до смерти Чедвик Боузман уже обсуждал свое участие в ленте Черная Пантера 3. Более того, сейчас даже называется ориентировочный гонорар актера в ни много ни мало 20 миллионов долларов за третью часть. Так что, как видите, у Marvel были более чем серьезные планы на Черную Пантеру, и мне лично кажется, что студия не собирается от них отказываться. Ну а уже окончательно, что ждет Шури, Летицу Райт и всех остальных, мы узнаем немного погодя. Чтобы ничего не пропустить, прямо сейчас подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, а также давайте общаться в комментариях, не забывайте ставить лайки и делиться этим видосом. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok